Завтракать я буду. Готовься, умирать. Уборка идет параллельно. Я тебе там кое-что интересненького взяла? Мне кажется, у меня уменьшился желудок. Всем доброе утро, мои хорошие. Настроение огнище, понедельник. Тяжелый день, но мне он нравится, потому что понедельник все время такой продуктивный. За выходные вот так отдохнешь и прям с новыми силами, прям понедельник, давай, работать. Близишься к своей цели усерднее всего в понедельник. Итак, сейчас я уже смонтировала видео. Идет вывод, влог. Сейчас у меня через полчаса будет английский. У меня закончилось молоко, я буду сейчас пить кофе с обычным молоком. Ничего страшного. Потом я бегу на треню. Настя меня ждет уже после английского и сразу на тренировку. Мы тренируемся, я возвращаюсь домой и снимаю свои любимые видосики для второго канала. Шопинг, шопинг. И, конечно же, для вас вопрос-ответ. Вот. Ну, вопрос-ответ, наверное, уже будет снят к этому видео. Уже, то есть, я сейчас вам говорю, что я иду снимать, но уже, когда выйдет этот влог, то уже видео вопрос-ответ будет снять. И если что, вот здесь я его прикреплю или оставлю ссылочку под видео. Ну что, крошечки мои, я вышла из дома, уже одела сразу костюм, уже Настя меня ждет. И я, блин, вы представляете, когда ты спешишь, ты забываешь все. И забываешь даже это, блин, короче, мозг только английским позанималась, просто уже выбегаю. Забыла ключи от машины, уже спустилась до машины, жарище. Бегу обратно, вот это вот, короче, мчу. И еще хотела сказать, то, что в предпоследних влогах многие там писали комментарии по поводу тренера, типа тренер, почему тренер что-то не поправляет. Я хочу вам сказать, что Настя, это не мой тренер, для тех, кто не понял. Настя, она просто занималась с тренером, но, конечно же, она не все упомнит, она не тренер, потому что она просто моя подписчица, которая смотивировала меня ходить. И мы вместе с ней ходим, у нас вместе с ней цель привести свою фигуру в идеальное состояние, вот так можем сказать. Ну и мы вместе с ней занимаемся. Что-то она помнит, какие-то упражнения, она мне подсказывает, что помнит, правильно? Но она не тренер, она не училась на это, поэтому она может делать так же ошибки и так далее. Просто обычный человек, с которым мы занимаемся. Ну вот вчера она мне уже скинула план занятий на сегодня. Сегодня мы будем прокачивать пресс, и она там нашла какие-то упражнения. Тоже же на это надо время потратить, найти упражнения, и вот их делать вместе. Но сама бы я вот так вот не стала. Вот она есть, и можно вместе делать. Хорошо, когда вот есть инициатива, от кого исходит, и подготовка какая-то. Тоже классно. Так, все, девочки, мы на тренировке приступили. Оказывается, Настя подготовила еще сложнее что-то, не только прессик, как мне показала на видео. Но, говорит, все, готовься умирать. Все, поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Нормально, в обед прям хорошо. Все, зайки мои, поела, потренила, поела. Блин, как хорошо, что у меня появилась Настя. Ну, просто вообще. Вот прям с ней заниматься вообще по-другому. Как будто время хорошо провела. Не знаю, мне вообще по кайфу. Вот. И сейчас прям в обед пообедала, наконец-таки. Позанималась, как надо, до обеда. Все, сейчас удовлетворенно иду домой. Накрашусь, приведу себя в порядок и буду снимать видосы для вас по плану. Привет, мои хорошие. Доброго дня. Я прошу прощения, я вчера начала вроде влог снимать и все. И что-то то-се. Я даже, опять же, не вспомню, что я вчера делала. У меня быстро, вот, за меня напрячься. Вот. А сейчас я снимаю видосы тоже там то-то-то-се. И понимаю, что... Сейчас у меня чайник закипает. Микроволновка уже подогрела кофе. Вторую кружку. Сейчас делаю себе обед, кстати. Покажу сейчас. Обед я себе делаю по элью. Сейчас вот водички залью. Она будет тушиться минут 15. Нравится мне очень здесь морепродукты. Курочка, грудка, креветочки. Там все дела. И, короче, овощи и рис. Вполне себе нормально. Пока я это все залила водичкой. Сейчас буду делать молоко. Здесь у меня вещи, которые я должна сейчас еще... Это я только отсняла первую часть ролика. Сейчас буду вторую отснимывать. Лежит все горой. И у меня здесь еще уборка идет параллельно. Пока я отсняла, побежала. Сейчас у меня пылесосит этот пылесос. Ты все закончил, что ли, хочешь сказать? Давай еще по второму кругу. Хочу, чтобы очень чисто было. Все поубирала тут, чтобы это... Пропылесосить, промыть полы. Сейчас еще тряпочкой маленькой пройдусь. Смотрите, не кайф то, что оставляет следы. Видите, вот этот мат, который у меня. Оставляет следы вообще. Надо еще понять, как это все. И вот это еще. А, ну это отдирается нормально. Пусть пройдется еще раз. На кровати тоже накидала. Сейчас все буду менять. Здесь перетовать, перебирать. В общем, чистоту делаю параллельно. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня я проснулась. Так, сейчас я смотрю. 10 часов. Короче, я сходила, отвела Деньку в сад. Все нормально. Как бы сейчас мне воспитательница звонит. Говорит, что что-то он себя плохо чувствует. Силовки у него нету. Вот. И, короче, надо забирать. Что-то он прилег такой. Пошла забирать его. Потому что сегодня я должна была идти на тренировку. Значит, сегодня я не пойду на тренировку. Сейчас понаблюдаю за ним, как он себя будет чувствовать. Вот. Посмотрим, чем мы будем сегодня заниматься. Сегодня мы вместе с Денькой будем. Так, завтракать я буду вот такие вот. Global Village. Фасоль стручковая. Сейчас я ее поджарю, залью яйцами. Будем с Деней кушать. Но он, наверное, фасоль не будет, но яйца поест. Что, мои хорошие? По-моему, у меня Деня, это, отличный симулянт. Не знаю я, что у него там была за температура. Мы еще по дороге домой. Он уже залазил на все турникеты, чтобы попрыгать. Настроение прекрасное. Домой пришел и давай с кровати на диван. Мультики, покушать, игры, мило. И, короче, прыгали. Вот сейчас 3 часа дня. Вот до этого времени он все время прыгал. Единственное, что дал мне по-английски позаниматься с преподавателем. Часок тихонько посидел. Все. Сейчас уже вышли, потому что я понимаю, что я дома. Он просто сходит с ума. У меня куда энергию девать. Хотя воспитательница сказала, что он прям вялый был. Ну вот прям-прям прилег, прям вот присел. Прям вот. Не знаю. Совершенно. Он сейчас не похож на мальчика, у которого хоть что-нибудь болит. У тебя что-нибудь болит? Нет, мама. Ну я так и знала. А это что это? Зарядка. Короче, сейчас едем на почту, да? Да. Посылочку заберем, бабушке отвезем, съездим. Чизбургер тебе куплю. Давно уже не были в Макдональдсе. Я, может, салатик съем. Вот. Сегодня не позанималась, не пошла, кстати. А я думаю, что я сегодня заниматься собралась. Когда завтра у меня полдэнс. Сегодня просто дома прессик немного покачаю. И все. Все такой какой-то расслабленный день. На самом деле я не могу сосредоточиться. У меня были планы поснимать что-то. А я не могу вообще сосредоточиться, когда он дома. А это хочу. У меня и желание нет ничего делать. У меня уже, наверное, выработалось такое, что если он дома, то я ничего не должна делать, снимать. Это батарейка. А что, ты уже сломал что-то? Нет, сломал. Зая, ну на место положи. Зачем ты снял это? Ой. Упал. Потеряли. Я достану. Нет, зайчик, уже все потеряли. Мама. Иди садись. Везу маме то, что я ей заказывала Василечке. Смотрите, как красиво расцветный сарафанчик. Вот. И еще куда-то хотела заехать, если будут силы. Какое-то такое состояние просто. Весь день нерабочий какой-то. Хотя я открыла английский канал. Да, я сегодня выложила первое видео на английский канал. Дэнни, садись, пожалуйста, пристегивайся. И наедем на почту. А то не поедем. Пристегивайся. Первое видео. Ну, сейчас пока хочу его никому не говорить, что как. Я хочу посмотреть вообще, как оно. Очень-очень тяжело с нуля, когда ты просто вот выпускаешь видео, да. Еще и для меня это вообще немножко корова на льду там, да. Название какое. Обложки все у меня уже поушли. Я делаю новые обложки из стоп-кадров, из видео. Короче, свои сложности. И много сосредоточения там идет. Потому что это английский язык. Как-то и название, описание, теги, все это дело. Но мне нравится, что очень хороший звук. Там очень хорошая речь английская. Я прям практически все понимаю. Вот я сейчас занимаюсь, позанималась буквально два месяца, да. Ой, сколько я? Два. Какое два месяца? Месяц всего лишь занимаюсь. У меня уже сто новых слов выученных. Мы уже прошли от элементарии одну шестую. То есть мы, ну, как бы проходим много каких-то моментов. Я знаю, но мы заново их начинаем как бы учить, чтобы я их отработала и так далее. Она говорит, мы стремительно с тобой идем. Одну шестую прошли, потому что я как орешки. Ну, потому что я знаю, да. Что-то знаю, что-то не знаю. И новые слова параллельно как-то, да. И прикольно. Мне очень нравится. Вот как сейчас английский мой идет. И, конечно же, когда я смотрю видео, вот девочки, которые мне переводила, Екатерина. Прям хорошо понимание идет. Ладно, поехали, что стоять. Мне кажется, у меня уменьшился желудок. Потому что я съел, я оставила одну четвертую бургера. Просто уже не лезет. Прям, знаете, да тошнотика. Но зато у меня хватит места на мороженое. Ты давай, дай, дай. Сначала покушай. Мясо, сыр, булочку. Кстати, Денька, когда я беру чизбургер, сначала булку съешь. Вот, сначала скушай, а потом мороженое. Хорошо? Я тебя оставлю, не бойся. Да. Так. Не спеши, аккуратненько кушай. Потом мороженое. Хорошо? Иди. Иди, сяди. Мама поела, мама может мороженое съесть. Не. Я чуть-чуть. А ты дай, дай. Ну чего? Ну тогда кушай сначала, и я потом тебе дам. Хорошо? Да. Короче говоря, желудок сузился, видимо. Ну я по чуть-чуть вообще на самом деле ем. Но как-то... Не, сузился. Я прям могла целое съесть нормально. Сейчас мороженое чуть-чуть поем, и все. Дай. Доешь булочку? Аккуратно, только не запихивай все. По чуть-чуть. Я тебя оставлю, не переживай. Я все не съем. Дэнь. Не надо ныть, когда мама кушает. Что такое? Ешь чуть-чуть, потом тебе, да. Скажешь, тебе издевательство? Пусть быстрее ест. Короче говоря, Мы тут переводимся из одной поликлиники в другую поликлинику. Сейчас надо поедти и взять историю болезни. Из поликлиники и зайти в один магазин, который рядом, там как раз есть. Запивай. Запивай. Все? Да. Больше не хочешь? Блин, какое мороженое. Дай мороженое. Дай еще чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, Дэнни. Так, батареечка села у меня на камере моей, поэтому снимаю на телефончик. Ну и че? Мы подстриглись. Вот так вот прогуливаем в садик. Подстриглись, веселимся, по магазинам ходим. Да прекрасно себя чувствуем. Еще и маме нервы трепем. Давай, покажи прическу свою. Прическу. Та-да! Классно. Сегодня была новая девушка, которая подстригала его. Он прям вообще не плакал, щекотал его, что-то ржал. Смешно ему было, когда она его машинкой стригла. Ну че, а ты сегодня не боялся, не плакал? Нет. И сегодня и заслужил даже две конфеты. Две конфеты она ему дала. Вот я раньше тоже любила смеяться без причины. И папа всегда мне говорил, Дэнь, он мне всегда говорил, смех без причины признак дурачины. А я все время думала, ну почему? Неужели человек не может просто так смеяться, что он сразу дурак? Ну конечно, если вот так вот, ха-ха-хо, ха-ха-хо. Тоже хочется то же самое сказать. Дурачина. Кто идет? Это бабушка. Это бабушка. Привет, нотик. Встречай тебя. На, твою посылочку, у меня садится батарейка уже. Всем привет скажи. Посылочка все меньше и меньше в размерах. Хотя я много вроде что заказала. Ничего страшного. Ну, она все летняя такая, поэтому. Я тебе там кое-что интересненького взяла. Скоро привезу. Интересненькая. Так, мне надо пойти посмотреть, что там у нас народ собрался. А у нас домофоны сегодня меняли. Поставили такие с глазиком. Я думаю, дома нужно будет тоже какой-то экран ставить. Ничего не надо в приложении. Скачайте приложение. Круто я хочу такое. Да. Пока я запустила стирочку, время моего обеда. И сегодня я буду обедать. Четыре хлебца фитнес. И вот такая вот штука легкие. Здесь у нас 18%. Вот включу сериал. Посмотрю 20 минут. И потом побегу за Деньгой в бассейн его. Все. Вышла за Денечкой. Сейчас на купаться. Такой у меня ручок сегодня. Ну, вот такая я. Ты уже понял, да? Давай, отключила. Плыви. Мама! Долг, делаешь? Молодец! Дальше, дальше. Ручками сам. Сам. Вот, молодец. Еще давай. Ручки отпускай, Мэй. Сам, 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 сам. Загревай. Ну, вот ты все из круга. Дон, все. Не надо. Деньг, а, кстати, не надо. Деньг, а, кстати, не надо. Подплывай. Давай, я позже тебе помогаю. А сам угрешь. Ку-ку. Вот и все дела. Ку-ку. Все дела. Еще, еще плавай. Так, после бассейна мы зашли с Денни, потому что у меня еще не успела курица разморозиться, короче. Я решила это взять, поесть. Ну, а перцы два взяла. У Денни картошечка и сырный шарик. Все, не балуйся, зайчик. Давай, кушай. У детей развлечения очень просты. Неужели я тоже так когда-то бесилась? Это я снимаю видео. Сейчас половину отсняла, половину вот еще осталось. Батарейка разрядилась. Что, что, что? Что надо? Кого показать? Тебя? Покажи. Как ты бесишься. Мои дорогие, я хоть присяду с вами немного поболтаю, а то я как это, бегаю, бегаю. Короче, на самом деле происходит очень много сейчас важных событий в моей жизни, которые изменят мою жизнь. И каждый новый день приносит какую-то новую информацию, которая как бы держит меня в подвешенном состоянии. Да, вот, но все решается, и в ближайшее время что-то будет. Ясно. Вот. Что касается, это ладно, это один пласт моей жизни, важные дела событийные, которые несут события какие-то в дальнейшем меняющие мою жизнь. Это один момент. Второй момент, мы сейчас делаем обход с Денечкой. И у нас в садике открывают логопедическую группу специально с детками заниматься усиленно. И прям там идет очень хорошая подготовка к школе. Все хотят в эту группу, многие, да. И нам нужно сделать быстрее обход. Не всех детей в эту группу берут, а будут брать детей, которым действительно нужна дополнительная логопедическая помощь. Вот так можно сказать, да. И вот как бы усиленные такие моменты. В этой группе будет немного детей. Не так, как вот у нас числится сейчас в нашей группе. В садике там 37, что ли, детей. Вот что-то около того, да. День, что ты кричишь? В этой группе, которую набирают, там будет, я не поняла, около 13, что ли, детей. 13-15. И возраст будет где-то 5-6. Вот это наш возраст как раз. А, они будут по возрастам еще разбиты. И у них будет, получается, предполагается так, один воспитатель, один, ну, как бы обычный воспитатель, да, и один воспитатель, который идет конкретно, вот, логопед. Да, то есть у них все будет пропитано вот этими логопедическими фишечками, блондинка говорит. Вот, короче говоря, вот, и мы скорее, скорее делаем этот обход, и за два дня, получается, мы сегодня были у одного специалиста, завтра у нас еще три специалиста и педиатр, который сделает там выписки какие-то из, из истории болезни, из медицинской карты. Вот, что у меня тут под глазами. И завтра я так вот просто волшебным каким-то образом, я завтра записалась ко всем. Сразу. Я надеюсь, что будет все хорошо, я, конечно, буду нервничать, потому что в этих париклиниках очереди такие, что ты вроде записался на два, а попал в три. А у меня, получается, через каждые 20-30 минут новый специалист, понимаете, да? Вот, я надеюсь, что все завтра получится, и завтра мы в садик не идем, потому что у нас уже в 13.20 начинаются врачи, и заканчиваются ажи. Аж в полпятого вечера. И я подумала, что я буду вот это утром вставать, что-то там бежать. У меня еще английский завтра в пятницу с 11 до 12, да? Потом бежать за Денькой, потом бежать туда. Короче, спокойно мы уже выспимся с ним. Я бы занимаюсь английским. Соберемся и на целый день в поликлинику. Вот этот обходной лист соберу. Надеюсь, что мы попадем в эту группу, потому что мне хочется туда попасть. Я говорила уже, что я записала его на вокал и на футбол. Пока что два вот этих момента. Наверное, может быть, даже запишу еще на английский. Еще там творческие какие-то моменты есть. Многие женщины, многие мамочки писали там сразу пять каких-то. А я вот как-то думаю, не знаю, я бы тоже его на все подряд бы отдала. Но с другой стороны, нагружать ребенка тоже не хочется. По способностям. Вот я вижу, что он футбол любит это 100%. Вокал нам сказали, что он очень классно попадает в ритм. И он любит вообще петь. Поэтому я уже вижу, что его к этому тянет. Тем более я пою. Английский, да, он нужен всем. Но я боюсь, как бы вот тоже не запуталась там в голове. Вот это вот английский, русский. Хочется, чтобы по-русски сначала хорошо научился говорить. Потом уже английский. Ты чего мамку задеваешь? Это жопка. Короче, такие вот дела у нас всяко разные. Еще впереди мой день рождения. Я переживаю. Я вообще хотела заказать суши, пиццу. Ну, знаете, такое чисто закуски. Родственники мои начали говорить, что кто-то там суши, пиццу не ест. Я уже начинаю переживать, что может быть еще кто-то захочет нормальной еды. Я уже теперь переживаю, какую еще нормальную еду надо взять. Вообще скромно хотела день рождения отметить. Чтобы он был скромный. Просто, знаете, чисто закуска, выпивка. Вот. Чисто просто все вместе собраться. Сняла местечко, где мы все соберемся. И не просто будем сидеть, трындеть. Но еще и поплаваем, да. А потом одно за другое, короче. И получается и расходник у меня немаленький, да. И в итоге как-то много людей собирается. И, короче. Короче, сегодня мало снимала. И вот в последнее время мало снимала. Потому что я каждый день просто снимаю видосы. Снимаю, снимаю видосы. И потом потихоньку я их буду монтировать. И заниматься физически другими делами, да. Вместо того, чтобы снимать. Что такое у меня? Родинка, что ли? Что? Родинка. Тушь посыпалась немного. В общем-то, вы поняли, да? Что хотела сказать, уже забыла. Ну, начинается. Ну, что ты... А наступать зачем? А, вот еще вспомнила. Что я хотела вам сказать, пожаловаться. Я же уже сколько? С понедельника. Уже четыре дня, короче, не была на тренировке. Почему? У нас ввели новые правила. И теперь у нас только по QR-коду можно зайти в про фитнес наш. Заниматься. Это мне вот кто-то сказал. А, это моя преподавательница сказала по полдэнсу. Я ей написала, я сегодня буду. Она говорит, короче, мало... Ну, короче, не придут люди заниматься. И я поэтому не приду тренировать. И вообще, говорит, у нас в фитнес-клуб только по QR-коду. У вас есть, говорит, QR-код? По QR-коду можете пройти только вот туда. Ну, и куча ограничений всяких разных. Много где вот в бассейне, в спа, куда я хожу. Там тоже только летняя площадка. Покушать там можно на летней площадке, в принципе. А кто хочет прямо в ресторане поесть, тем тоже нужен QR-код. И бассейны закрыты, там закрыли. Ну, бассейн Дэнкин работает пока. Потому что там как не бассейн написано, а как чаша с водой. Или что-то типа того, я сегодня спрашивала. Вот, поэтому бассейн Дэнкин пока ходим. Вот, а... А все мои занятия накрылись медным тазом. Поэтому мне теперь хоть дома, хоть два раза в неделю надо заниматься. А это очень сложно. У меня дел столько всяких разных, что на занятия, на тренировки я не нахожу времени. Но делаю хоть утром вакуум. Короче, я чутка опечалена, насколько это интересно. Ну, у меня что эта Дэнка тут делает, а? Ну, ладно, ладно. Короче говоря, мои хорошие, проснулись. Мы позанималась английским. Вывожу вам сейчас фильм. Готовлю как раз таки вот этот влог. Заканчиваю его сейчас. И мы сейчас одеваемся и выходим уже проходить комиссию всю нашу. И уже начну новый влог. Сегодня, кстати, позвонила, заморозила клуб. Да, говорят, что, может быть, будет это на полторы, там, две недели. И они, короче, замораживают всем бесплатно карты. Вот. Так что мы заморозили. Пока, если что, потом продлят. Пока неизвестно, что и насколько все это дело. В общем, буду держать вас в курсе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok